Начался учебный год, а значит пришло время очередного сезона в рамках спартакиады учащихся Сергиевского района. И конечно же, первым видом спорта, входящим в программу соревнований, стал футбол. Почему? Все просто. Дело в том, что через несколько дней начнутся, пожалуй, главные старты у школьников – областная спартакиада. Зональный турнир пройдет еще в сентябре, и сейчас самое время не только выявить сильнейших у себя, так сказать, но и провести отбор кандидатов в сборную команду. 12 сентября на Суходольском стадионе «Алимп» проходили игры спартакиады среди команд первой группы. В нее входят сборные, составленные из учащихся центральных школ. Всего в однодневном турнире принимали участие пять коллективов, которые определяли сильнейшего матчами в один круг. Игры получились напряженными, иногда малорезультативными, но зато каждая встреча серьезно влияла на окончательное распределение мест. Фаворитами выглядели юноши из Суходольской первой школы. Они выигрывали у своих конкурентов до тех пор, пока в соперники им не достались ребята из Сергьевского образовательного центра. Игра между двумя сильными оппонентами выдалась сверхупорной. Опасные моменты возникали как у тех, так и у других ворот. Голевые ситуации говорили о том, что счет вот-вот будет открыт. Но голкиперы действовали в высшей степени надежно. Поэтому до финального свистка первоначальные нули так и не изменились. Боевая ничья, которая давала определенные надежды соперникам сборной Суходольской первой школы, но они были развеяны дальнейшей великолепной игрой ребят. Три победы и одна ничья позволили команде подняться на верхнюю ступеньку. Пьеде стало почетом. А вот ничья в исполнении Сергьевских школьников с лидерами не дала им возможности побороться за серебро. Молодые футболисты из Суходольской второй школы завоевали больше очков и стали в итоге вторыми в турнирной таблице. Сергьевцы остались с бронзой, четвертое место завоевали школьники из Серноводска. Сургутская команда замкнула таблицу, став в итоге пятой. По итогам соревнований определился состав сборной Сергьевского района, который выступит в зональном турнире уже на следующей неделе. 12 ребят представят Суходольские школы, 5 человек из других образовательных учреждений, центральных поселений. Примечательно, что два игрока представляют школу Светлодольска. Команды второй группы проводят соревнования в рамках спартакиады только весной. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Продолжение следует...